здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолог раскачков и если у вас есть гипотония либо гипертония иными словами вы периодически проводите лечение вегетососудистой дистонии и любите пить чай китайский у меня для вас есть хорошая новость вашу систему лечения нужно внести самый лучший чай китайский правильно его приготовить и уже сердечно-сосудистая система будет работать лучше а вы рисковать здоровыми будете меньше и если вы считаете себя абсолютно здоровыми но среди ваших кровных родственников есть гипотоники либо гипертоники вы понимаете что вы в пути генетику не отменить вы движетесь в этом направлении и как говорится вы можете быть следующим поэтому и вы смотрите это видео дальше и можете уже отправить ссылку своим родственникам а также можете поставить лайк на это видео потому что я вам сейчас расскажу новость хорошо если вы сидите если стоите сядьте бытует мнение что нужно выбрать вам лучше черный чай либо зеленый чай я вам скажу это ошибочное мнение которое не знаю кем тиражируется не по этому критерию нужно искать чайный лист абсолютно не по этому это второстепенные критерии данном вопросе а первостепенный совершенно иной кстати этот критерий чаще всего на упаковках не указывается у вас появляется проблема потому как бытует мнение часть экспертов утверждает что самый полезный для здоровья чай индийский цейлонский мадагаскарский я вас уверяю не знаете где по тоникам имени не для гипертоников если вы приготовить и правильно приготовить и дальше про это расскажу именно эти виды чаи то гипертоник может погибнуть в гипертоническом кризе от инфаркта либо инсульта гипотоника постепенно развивается дистрофия сердечной мышцы и острая сердечная недостаточность либо хроническая сердечная недостаточность перспективе мужчины чаще острая сердечная недостаточность. У женщин может быть острая сосудистая. Несколько мягче. Но, тем не менее, мягко выражаясь, не сахар. Поэтому не этот критерий нужно искать. Не эти виды чая. Они для вас самые вредные. Для вашего здоровья. А самый полезный чай для вашего сердца и сосудов растет в Японии. В северных провинциях. Самый полезный чай для вашего сердца и сосудов растет в Китае. Тоже в северных провинциях. Самый полезный чай растет в Азербайджане, в Грузии, в Краснодарском крае. Потому как в этих областях чайный лист накапливает меньше опасного для вас алкалоида кофеина. И задержание которого нужно тоже учитывать. Его чаще всего не пишут на упаковке. А содержание кофеина в чайном листе от 2,5 до 5,5%. Вот здесь индийский, цейлонский, мадагаскарский. А вот здесь грузинский, азербайджанский. И вы понимаете, что если по городу вы будете двигаться со скоростью 60 или 120 км в час, вероятность аварии во втором случае несколько выше. И вероятность выжить в этой аварии тоже. Сомнительно. Поэтому самый лучший чай вы выбираете именно по названию. По месту произрастания. В этом случае меньше алкалоида кофеина и меньше риск для вашего здоровья. Только после этого включается второй критерий. Зеленый либо черный чай. Кстати, если вы не знали этот выбор, напишите в комментарии. Я не знал, что грузинский либо азербайджанский чай самый полезный для сердца и сосудов. Не знать. Не стыдно. Стыдно не использовать эту информацию. Это значительно хуже. Можно закончиться. Особенно, если у вас компрометирована сердечно-служистая система. Вот второй критерий действительно степень ферментации чайного листа. Вот здесь выбор разный. Белый, зеленый, желтый, красный, черный, синий. Вот в этой линейке выбирать крайние позиции конечно интересно, но нужно их правильно использовать. При ферментации уменьшается количество биологически активных веществ. Активных веществ ферментированное приводит к тому, что их количество снижается. Скажем, известный антиоксидант витамин С его содержание снижается в 10 раз. На алкалоид кофеин ферментация не влияет. Поэтому, сколько было кофеина в исходном листе столько и осталось на каждой стадии. А вот содержание витамина С падает в 10 раз. 300 миллиграмм процентов содержит витамин С зеленый чай и 30 черный. Вот здесь разница. Другие биологические активные веществ также окисляются. Особенно биофлавоноиды. Но они не столько окисляются, сколько конденсируются. Для вас, может быть, это не имеет никакого значения, но с точки зрения химии и с точки зрения управления кофеином это имеет архиважное значение. Просто биофлавоноиды и витамин С а биофлавоноиды называют витамином В, они очень хорошо влияют на проницаемость стенки сосудов и помогают оптимизировать таким образом движение биологически активных веществ полезных в клетку и конечных продуктов жизнедеятельности из клетки. Как только проницаемость сосуда нарушилась, питательные вещества кислород вода в клетку попасть не могут и здесь активная реакция организма к повышению артериального давления. И понимаете, если вы будете правильно заваривать зеленый чай длительное время, проницаемость сосудов улучшается и артериальное давление, чтобы протолкнуть полезные питательные вещества для работы клетки, чтобы она не погибла от голода, не задохнулась от отсутствия кислорода, давление нужно уже меньше. Более того, против большего давления, когда плохие сосуды пытаются выйти шлаки и токсины, им тоже тяжелее покинуть клетку. И здесь клетка активно стареет. И для того, чтобы сохранить молодость клетки, нужно правильно поддерживать в хорошем состоянии сердечно-сосудистую систему. Понятно и ребенку. Поэтому лучше заваривать зеленый чай, да, но учитывать нужно количество чайного листа. Просто алкалоид кофеин в зеленом чае он не связан с дубильными веществами, которых тут мало. в отличие от черного чая, который хорошо связывают кофеин и очень медленно его отдают. И после зеленого чая у вас вот реакция будет воздействие на сердечно-сосудистую систему. Поэтому, чтобы она была оптимальной, вы уменьшаете количество чайного листа при заварке. И регулируете. Но большая опасность, если здесь у вас опасность в течение час-два, больше опасность для вашего здоровья представляет черный чай, который удерживает кофеин. вы приняли чашку чая. Через полчаса звонок, нужно бежать на работу. Или позвонил любимый фитнес-тренер, говорит, надо идти заниматься спортом. А вы не имеете права заниматься спортом в течение ближайших 5-6 часов после чашки чая. Иначе спортивный термин можно посадить в сердце. С точки зрения врача-диетолога, можете уточнить у врача-кардиолога, происходит движение из метаболические изменения мышцы сердца, легко обратимые при правильном питании, дистрофические изменения мышцы сердца, которые показывают длительность неправильного питания вашей сердечной мышцы. И склеротические изменения мышцы сердца, когда уже все клетки сердца погибли, сокращаться. некому. И единственный способ улучшить сократительную способность сердца в вашем организме снять с банковского счета 250 тысяч долларов, купить и пересадить себе бывшее в употреблении донорское сердце. Но если вы имеете большие суммы, можете снять полмиллиона, если вы еще не знали, как правильно дышать, как правильно обеспечивать свою дыхательную систему, возможно, эти знания у вас на том же уровне, как и пить чай, то вам придется выложить 500 тысяч долларов на пересадку бывших употреблений сердца и легких. Знаете, какая цена вопроса неправильно приготовленной неправильно выпитой чашки чая? В перспективе она не сразу возникает. Хотя, если вы не знаете все кофейные тесты, некоторые я уже обозначил в этом видео, кофейные, кофеиновые, я опубликовал несколько книг в этой книге «Кофе, Рейджи, Алоэ, Вера и Ваше Здоровье». 68 кофейных тестов, предыдущие книги почти все о кофе. 43 кофейных тестов, первая книга «Майжи все прокаву», там 38 кофейных тестов, книги нарастают, я детализирую этот процесс, чтобы ваша жизнь была более безопасной. Потому что алкалоид кофеин относится к группе сильнодействующих веществ и может критически нарушить работу не только сердечно-сосудистой системы, которую все знают, но и других систем в вашем организме. Управляя процессом, можно управлять уровнем здоровья, правильно используя наиболее распространенные напитки – чай либо кофе. Про кофе я книжку уже опубликовал. Книжка про чай тоже со временем выйдет, и вы эту информацию получите. Ну, а пока используйте мои видео на этом моем кулинарном канале «Диетолога с качком». И вопрос в выборе я вам уже сказал. Напомню, азербайджанский, грузинский, краснодарский чай, китайский чай из северных провинций, японский примерно так же нужно выбирать. Вот эти источники чая наиболее лучшие, скажем, для того, чтобы приготовить напиток в случае, если у вас гипотония либо гипертония. Кстати, один из критериев правильного выбора количества чая, я вам уже сказал, зеленый чай, да, вы уменьшаете количественно, но есть один критерий. После чашки чая у вас уровень артериального давления и частота сокращений сердца не изменяются. Гипертоники за этим следят, а вот гипотоники шалят. Гипертоник принимает чай, смотрит, чтобы давление не поднялось, а гипотоник именно эту цель и преследует. И это огромная опасность, огромная ошибка для вашей жизни, в плане того, что можно развить хроническую сердечную недостаточность достаточно быстро. И опять 250 или 500 тысяч долларов на пересадку сердца, либо сердца с легкими в комплекте. Вот цена вопроса неправильного лечения гипотонии. А как же приготовить чай правильно, выбранный уже вами, по этим двум основным критериям? Это очень просто. Правда, есть эксперты, которые говорят, что нужно заварить чай в чашке. Да, это вроде как просто быстро. Действительно, можно заварить чай в чашке, полезной для здоровья, но правильно. Если вы просто залили кипятком и ожидаете, что получится полезный для здоровья напиток, вы ошибаетесь. На поверхности чайного листа, если вы не контролировали весь путь от чайной плантации до вашей чашки, чаще всего находится возбудитель грибковых инфекций. Если чайный риск когда-то попал в условия повышенной влажности, он начинает свою активность и производит достаточно сильный канцероген под названием афлатоксин. Если вы именно так регулярно завариваете чай, возможно, вам понадобится моя книжка «Рак профилактика ранних диагностиков», которая обозначила другие факторы риска, опасные в плане развития ускоренного развития онкоклеток и появления онкологических процессов. Кстати, в этой книжке я некоторые факторы риска свел вместе, поэтому и ранняя диагностика можно предположить развитие злокачественной опухоли в конкретном органе либо системе, понимая факторы риска, которые к этому приводят их сочетанное воздействие. Эта информация в книжке тоже есть. В том числе и как использовать чай. Я более подробно рассказал в этом видео. Поэтому простой способ, понимаете, он опасен развитием онкологии в перспективе, а более сложный способ, он простой. Вы берете выбранную воду, доводите ее до состояния кипения белый ключ, заливаете этой водой, наполняете емкость, в которой будете заваривать чай. Вода продолжает у вас кипеть, а емкость прогревается и погибают, во-первых, возбудители любых инфекций, которые могли находиться на поверхности этой чашки, в которой вы будете заваривать чай, а также могли остаться остатки моющих средств, которые легко таким образом удалить. Вода дошла до кипения, вы эту воду сливаете, заполняете в чашку, кладете выбранное вами количество правильного чайного листа, заливаете водой, дошедшей до состояния кипения, примерно на четверть, на треть объема можно залить в эту чашку, и не накрывая чашку, это принципиально, смотрите, когда появится цвет, когда начнется завариванием. Как только вы увидели, что цвет воды изменился, и часть активных веществ перешла уже в напиток, вы эту первую воду обязательно сливаете, далее помещаете щепотку сахара, заливаете уже остывшей водой, частично остывшей, а именно 85-90 градусов, самая лучшая вода для заваривания чая, заливаете уже этой водой чашку, накрыли крышкой, настаиваете от 3-5 минут, это черный чай, до 10-12 минут, это белый, либо зеленый, и получаете реально самый полезный чай, для того, чтобы не просто лечить, но и вылечить со временем вегетососудистую дистонию, неважно, по гипотоническому либо по гипертоническому типу. Вот эти особенности важно знать и правильно использовать. Если вы чего-то не знали, напишите в комментариях, я не знал, насколько важно выбрать чай по месту произрастания. я не знал, что можно уменьшить количество чайного листа, если вы используете зеленый, для того, чтобы получить больше пользы. Реально более полезен меньшее количество чайного листа. Там кофеина меньше. Возможно, вы не знали, что щепотку сахара нужно бросать при заваривании чая. Это тоже увеличивает биологическую ценность. Другие особенности, если вы хотите узнать, наберите на моем канале, или вы видите ссылочку чайные церемонии. Там подробно рассказываю каждый этап, что, где, почему. Но, самое главное, если вы это будете делать регулярно, ваше здоровье будет только лучше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк. Ведь неправильное использование чая даже обычным человеком, если вы использовали чай перед любой физической нагрузкой, неважно спорт, либо занятие любовью, может привести к развитию хронической сердечной недостаточности. Цена вопросов от 250 до 500 тысяч долларов. Думаю, что один лайк или один комментарий под этим видео стоит значительно меньше тех средств денежных, которые я вам сэкономил, рассказав вот эти особенности в этом видео. До новых встреч на моих видео каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко это Ютуб, а также Школа Доктора Скачко в Инстаграм. Доктор Скачко